424 детские игровые площадки есть, ответственных за них нет, точнее не было до недавнего времени. Никто не обязан был следить за их рабочим состоянием, никто не ответил бы в случае несчастья. В 2013 году в Верхнем Ландихе на мальчика упали футбольные ворота, ребенок погиб. С тех пор в регионе вопрос, кто будет следить за площадками, стал невероятно актуален. Уполномоченный по правам ребенка в регионе лично выезжал на осмотры аварийных площадок. Есть ряд травмированных детей, которые получили травмы от того, что не закреплены ворота. Или инвентарь оставлен, например, волейбольная сетка, и ребенок получил тяжелейшую травму, повиснув челюстью на этой волейбольной сетке. Площадки, как грибы после дождя, выросли накануне думских выборов. Тогда избранники народа их устанавливали, не думая о том, как в дальнейшем сложится их судьба. Обращения поступали в общественную палату. Желающих взять ответственность за содержание не было. Властным решением главы администрации было принято в городском округе провести инвентаризацию и передать площадки на баланс муниципального казенного предприятия по содержанию жилья. Теперь подкрашивать и подкручивать качели-карусели будут за счет городской казны. Сколько это будет стоить, чиновники пока не считали. Было по одной из предложений самим жителям взять на обслуживание, имеющиеся дрововую площадку, для того, чтобы принимать участие в обслуживании и так далее. Но проведенный опыт показал, что найти согласие достаточно сложно. У кого-то есть дети, у кого-то нет детей. И, к сожалению, мы не нашли какую-то такую серьезную поддержку в этом отношении с стороны тех жителей на картинках домов, которые имеют на своей территории как раз детские игровые площадки. Обкатку схемы проведут в городском округе. Муниципалитеты должны принять самостоятельное решение, кто будет обслуживать их игровые и детские площадки. В том числе жители домов, где готовы содержать за свой счет, принимают решение на общем собрании и уже нанимают управляющую компанию, когда они включают это условие в пункт договора. И третий вариант – это когда управляющие компании берут на свой баланс и уже включают это в процедуру содержания жилья как расходы. Совещания по рекомендации губернатора пройдут в ближайшее время. Управляющие компании не в восторге от такой перспективы. Им гораздо проще площадки демонтировать и ответственность за них, ни материальную, ни тем более уголовную в случае ЧП, не нести. Эта политика Татьяну Океанскую возмущает. Управляющие компании не договариваются с гражданами и принимают решение демонтировать все площадки, потому что, собственно, поддерживать их в рабочем состоянии некому. И возникают такие, собственно, где-то даже циничные высказывания – нет площадки – нет проблемы. То есть получается так, что вы чувствуете, нет человека – нет проблемы. Вот именно эту формулировку перефразировали. И как-то это действительно выглядит очень цинично. Нет площадки – нет проблемы. Так если нет детей – нет проблем. Политики и общественные деятели надеются, что муниципалитеты быстро определятся и ответственных за бесхозное имущество найдут до того, как появятся новые пострадавшие. И, естественно, впредь ни одна новая игровая площадка не будет установлена без определения, кто будет ее содержать. Мария Смирнова, Денис Денисов, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.